Невероятно круто умеешь вязать на спице. Это бабушка сделала из остатков ниток. Значит, к следующей зиме мы все у тебя заказываем шапки. Привет! Ну что, как дела? Ты слышишь меня? Да, прекрасно. Класс. Слушай, мы с тобой сидим практически как будто в одной комнате. У меня сзади зелень, у тебя сзади зелень. Можно подумать, что мы с тобой в одном пространстве находимся. Ты прекрасно выглядишь. Спасибо. Замечательно просто. Слушай, сразу первый вопрос. Час назад мы с тобой созванивались договориться по поводу всех временных промежутков нашего эфира. И ты занималась спортом. Да. Сейчас же все... В общем, поскольку мы сидим дома, кто как спасается, чтобы не затечь. Что ты делаешь? Ну, во-первых, у меня давно есть гантели, и я это делаю более-менее. Для меня это не новость. Так. Ну, как бы я, конечно, ходила в ойлд-класс, и у меня был прекрасный там тренер Александр Баттин. И до этого у меня был невероятный тренер тоже, как и Саша. У меня была... Господи, какой кошмар. Юля Стефанович, она чемпион мира по бодибилдингу. И это, конечно же, очень круто, потому что она меня научила каким-то элементарным вещам. Она мне сказала, у нас достаточно простая рутина была. И она меня научила. Я говорю, что такое как-то неразнообразное? Она говорит, я вам открою такой секрет. Шварценеггер всегда делал одно и то же. Что? Ну, какое-то свое, там, те же самые упражнения какие-то. А я делаю с гантелями, а потом скажу, и когда мне уже чуть-чуть лень вспоминать, или, ну, не лень, а как-то хочется разнообразия, то я просто иду онлайн и пишу. Эксерсайзинг онлайн. И вот скажу. Да, а сейчас этого вываливается вообще всего. О, очень много. Но ты каждый день занимаешься спортом? Нет, я совру. Я вот, чтобы люди не думали, что я как бы это, я совру, если я скажу, что каждый день. Я занимаюсь не каждый день, но я занимаюсь минут 20. Нормально. Каждый второй день точно. Скажи, пожалуйста, значит, сейчас во время вот этой самоизоляции, значит, закрылись всякие там салоны красоты, люди не могут пойти постричь, что-то сделать. У меня многие друзья просто начали как-то обреваться, обреваться, чтобы не отращивать ничего. Ты как-то радикально так когда-нибудь сменяла свою внешность? Да. Да? Я? Да. Когда? Я поспорила. Не помню. А, 16 лет мне было. Я поспорила всего лишь, по-моему, на бутылку шампанского. А это, ну, тогда была бутылка шампанского, все-таки что-то значило. И я поспорила, что я вот на такой короткий волос подстригусь. И я поспорила, и не могла выйти. А это тогда было радикально. Это очень радикально, конечно. Для девушки. И, а я была, ну, очень худая такая, и не носила никакой мейкап, ничего. И, значит, я посмотрела на себя в зеркало, и я поняла, что выходить из этой парикмахерской я не буду. И я села и подумала, ну, так и буду сидеть в парикмахерской. Не буду домой идти никогда. Но потом пришлось как-то идти домой, и когда я ушла на улицу, пошел дождь, все волосы намокли. И тогда я как-то подумала, ну, вот намокли, и ничего. И вернулась домой, и моя тетя открыла дверь парадную, я помню. И говорит, ну, ничего, не волнуйся, они отрастут. Ну, и они отросли. Они отросли, но все. Но так как я ходила в брюках, то меня очень часто говорили, мальчик, вы последний. А ты храбрый человек? Я думала, что ничего с этим делом у меня неплохо. Но я не то, что храбрая, но мне интересно сделать что-то, что будет каким-то все-таки преодолением страха. Ну, например, ну, даже вот ты говоришь в цирке, я кувыркаюсь под потолком. Да, да. Я не считаю это большой храбростью, но мне не страшно. Даже когда один раз у меня пояс отстегнулся, это был скорее адреналин и быстрое соображение, что надо держаться за этот пояс руками. И это даже не соображение, а как бы какая-то подсознательность включается. Я быстро взяла за этот пояс, довертелась до конца, потому что это надо было остановить. А так не остановишься. Я довертелась и потом плавно улетела за кулисы. И никто не понял. Ну, это как бы ты не пострадала, ничего. Нет, там двойная страховка, но если один отстегивался, а он просто случайно отстегнулся, это было ни чья, ни вина, ни какая-то там это. Но вот так случилось. А если говорить о съемках в кино, тебе приходилось какие-то опасные трюки делать? Да. После этого я поняла, что я больше не буду. Знаете, что я со своими подписчиками, потому что я не могу им отвечать. Но, друзья, здрасте-здрасте, мои подписчики, здрасте-здрасте. Инги Борга, а в кино тебе трюки приходилось делать? Да. Какие самые опасные были? Ну, наверное, я уже много раз об этом рассказывала, когда мы снимали фильм «Война», то там была сцена, где мне надо купаться в горной речке голой. А горная речка – это 4 градуса. И это было очень не… Вот 4 градуса – это тебя парализует. А у меня на шее была веревка, и я должна была за нее держаться. А так получилось, что… Там мне глубоко вот столько вообще. Я и меня парализовала. А они думали, что я визжу, потому что я пароль должна визжать. И вот я поняла, что… А я стала захлебываться, и я поняла, что… Наверное, все уже, конец пришел мне. И было бы очень глупо умереть на съемочной площадке. Я не какой-то такой… Настолько… Человек, который говорит, вот, умру-ка я на работе. Нет, не надо. Тебе поручали какие-нибудь, значит, мероприятия организовать, провести их, в поход всех собрать, построить? Или ты общественную нагрузку на себя не брала? Брала. Брала? Да. Но я не была отличницей. Никогда в школе. Так, по каким предметам? Я была отличницей. Я была круглой отличницей и красной дипломщицей по консерватории. Потому что я так хотела быть актрисой, что я вообще все… Училась все с утра до ночи. Я выходила в консерваторию. Как и большинство нас всех выходило в 9 утра и приходило в час ночи. Нормально. Ты знаешь, я где-то читала, что есть одно общее свойство всех гениев. Типа Моцарта, Битлсов, ну вот ткни пальцем. Они все в юности проработали, усовершенствовали свою профессию в короткий период 10 тысяч часов посвятили этому. И я подумала, ну я не имею никаких претензий на гениальность, но я подумала, я бы, наверное, приложила максимум усилий, чтобы сделать все, что возможно в своей профессии. То есть, ну, вот сколько я могу, столько я там трудилась. А вот, ну, остальное уже не от меня зависит. Талант можно только поддерживать и развивать и, ну, отвечать за него. Если ты, тебе чуть-чуть там дали таланта, то ты, я думаю, что я должна отвечать за это. Если у меня что-то получается, ну, как-то сделать, то я за эту свою способность отвечаю. Ну, вот ты знаешь, ты сейчас практически рассказываешь историю Штрауса, потому что есть очень короткая история. Значит, у Штрауса должен был быть в Вене концерт. Вышел конферансье на сцену и перед выходом Штрауса на сцену сказал, дорогие друзья, значит, там, дамы и господа. Если перебью 10 тысяч, да, если в году 1960 часов рабочих. Да, это 5 лет. 5 лет. 5 лет не останавливающейся адской работы, а еще и больше. Что всем нам и нужно. Так вот, конферансье сказал, что сейчас перед вами выступит гений нашего времени. И вот на этих словах гений нашего времени Штраус выскочил на сцену, оттолкнул конферансье и сказал буквально следующее, как вы смеете называть меня гением? Гений – это бездельник, которому Бог дал дар, и ему ничего не надо делать. А я – талант. Потому что я провожу с этим инструментом по 17 часов в день. И гениально, естественно, отыграл концерт. Но это вот к вопросу о том, что гений – талант. Это Игорь Страус или Йоганн Страус? Я думаю, что это Иоганн все-таки был, да. Поэтому к вопросу о разнице между талантом и гением. Здесь просят любимую книгу тебя назвать, Инги Борги. У меня очень много любимых книг. У меня нет одной. У меня, ну, как бы, разные книги любимые на разный период жизни. Я даже… Есть книги, которые… Ну, как романы. Есть… Есть книги, как… Non-fiction – это значит не… Не художественная литература. Да. Ну, когда я поступила в консерваторию, было странно, потому что Иоанна Своидковская, наш преподаватель, нам дал список книг, которые мы должны прочесть. И эти книги… Это было от Библии до… Привет. От Библии до… Там… Платона до Марка Аврелия «Сам тебе». Ого, даже такое вам надо было? Да. Ничего себе. Он хотел нас… Он хотел нас образовать, чтобы мы хоть что-то… Книгу посоветовать вам. Да. Вот просят посоветовать. Может быть… Если вы хотите толстую книгу, то я бы взяла за Игоря «Империя должна умереть», потому что это про революцию, это интересно, потому что… Мы живём сейчас во время невероятных перемен. Какие они будут, мы не знаем, но это перемены. А Миша пишет про перемены, он мой друг. Если хотите… Вот я могу по друзьям пройтись. Давай! Если хотите просто, ну, как бы развлечься, то, конечно, всегда есть Цыпкин. А если… Если… Кто же ещё у меня… Если хотите поэзию, есть Павлова, есть Андрей Родионов, есть… Ну, я говорю своих каких-то там… Конечно, Вера Павлова, мои любимые, которые я читаю. Есть какая-нибудь книга, которую ты перечитываешь спустя годы, время от времени, к которой ты возвращаешься? Что это? Да. Это книга, которая называется «Марк Аврелий самому себе». Я бы очень хотела… Это как энциклопедия «Стойка». Но я её перечитываю для того, чтобы как-то… Ну, когда мне надо какие-то силы мраться… Поражён и восхищён тем, что ты невероятно круто умеешь вязать на спицах. Я имею крючком и на спицах, но давай я это покажу в следующий раз. Хорошо. Потому что мне надо идти и из сумки доставать где-то, а я не подготовилась. Не, не надо. А в следующий раз я точно всё покажу. В следующий раз ты точно всё покажешь. Но это умение, оно когда было приобретено, кто тебя учил этому? В глубоком детстве. Бабушка. Бабушка. А скажи, пожалуйста, а вот тот плед, который вязаный за тобой… Бабушкин. Это бабушкин плед. Да. Сколько ему лет уже? Много, 20 лет точно. Он везде с тобой путешествует и… Класс. Очень здорово, когда есть такие вещи. Это бабушка сделала из остатков ниток. Вот. Ой, какая красота. Да. Здорово. Это здорово. Это… Она была достаточно экономная и все нитки всегда использовала, и ничего не пропадало. Я вот делала такие пледы. А ты экономная? Ну, не знаю. Это, ну, зависит, но я не люблю, как бы, так. Швырять. А вот еще бабушка сделала вот такое. Ого. Это тоже со мной ездит. Красота. Это очень давно она мне сделала. Когда-то мне казалось, что это какая-то сентиментальная штука. Такая штука. Это очень красиво. Но… Теперь она со мной. Что ты сама вяжешь? Я очень неплохо сейчас уже, потому что это вопрос же терпения и времени и всего. Я хорошо очень вяжу. 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 В шапки. В шапки. Да. Значит, к следующей зиме мы все у тебя заказываем шапки. Давайте. Сейчас очень много, поскольку все мы сидим дома, начинают транслировать спектакли в онлайне. Показывать онлайн спектакли. Какие спектакли не в онлайне ты успела в этом году увидеть до того, как нас всех посадили на карантин в театре? Что тебе понравилось из того, что идет в Москве? Ну, во-первых, я пойду с конца. Самый последний спектакль, который я увидела, это был спектакль «Сказка про последнего ангела могучего в театре нации». Это невероятно глубокий, красивый, трогательный, с потрясающими актерскими работами спектакль. Андрея Могучев, и это очень крутой материал, и я всем его советую. Мы с тобой там виделись, и я должен сказать, что Инги Борга даже на время антракта не уходила из зала, потому что в антракте еще на сцене продолжается игра актеров, и Инги Борга, честно, осталась в зале и сидела, и смотрела на сцену. Но это правда очень крутой спектакль. Очень крутой. Очень крутой. Потом я видела в Когольцентре наставшего «Орхидею». Да, спасти «Орхидею». Прекрасный спектакль, с Корневой, и со всеми, и с очень прекрасным Одинбайером, и вообще все-все. Я не упомяну всех актеров, которые там заняты, они все блестяще играют в ваших спектаклях. Конечно, я видела спектакль Петрова в гриппе у Бога, какой-то взрыв экспрессионизма, я бы сказала. Экспрессионистский спектакль. Только успевай наблюдать над всем происходящим, у тебя там потрясающая работа художника. Спасибо, Инги Борг, большое. Спасибо. Там столько изобретательности твоей, что ты даже не успеваешь. Я не думаю, что один раз посмотрев, я все поняла и увидела, что там хотели сказать тебе. И он настолько насыщенный, и это как какой-то взрыв. Еще я посмотрела Ворыпаева, который называется Антопельный. Да. На двоих. Тоже. Он очень короткий. И это такой Ворыпаев, Ворыпаев. Я всегда от него получаю удовольствие. Еще до того, как был введен, значит, вот этот вот режим самоизоляции, у тебя в Инстаграме появилась сториз, маленькая-маленькая история. Как мне показалось, ты где-то находился или в соборе, или в каком-то большом концертном зале, и вдруг ты ведешь камеру, и вдруг в кадре появляется Джон Малкович. Да. Это где было? Что это было? В Вене. По какому поводу вы там оказались вместе? У нас была встреча, а он в это время выступал, и, ну, то есть готовился, у него была репетиция про год, и он, я пошла снимать зал, ну, потому что это самый вот этот известный венский зал, где играют Штрауса на Новый год. Да, да. Он должен был вечером выступать, и я пошла снять это, и я говорю, привет-привет всем, по-моему, в сториз. И он ввел из кадра и говорит, да, да, всем привет. Ты смотрела нового папу Сорентина с Малковичем? Да? Да. Как тебе сериал? Мне понравился сериал, я с удовольствием его отсмотрела. Сейчас что ты смотришь, а? Ты удивишься. Сейчас, в последнее время, я ничего не смотрю, потому что у меня не было времени. Господи, наконец, хотя бы один человек не смотрит сериалы сейчас. Это Инги Борга. Я буду смотреть, но у меня не было времени, и у меня надо... Ну как? У меня куча тех. Да. Да, конечно. Конечно. И я вижу, что уставшие падают. Так уж честно. Вот видишь, многие жалуются, что заняться нечем, а у тебя дело не в проворот. Инги Борга, могу ли я сейчас попросить тебя об одной штуке? Ну просто, вот буквально немножечко. Да. Значит, ты невероятно, во-первых, говоришь на литовском языке. Во-вторых, ты знаешь литовские песни, ты знаешь литовские песни и литовские народные песни. Ты можешь нам немножечко что-то нас порадовать и спеть на литовском языке? У нас есть застольная песня, которую я даже пела в прожекторе «Первис Хильстон». Давай. Ты мне должен помогать, потому что я покажу сколько. Я начну не с одного, а может быть с трёх. Так. И если я покажу три, значит надо куковать три раза. Ого, хорошо. То есть я кукушечка. Да. Попробуем вместе это спеть. Давай. Слова такие. Значит, я переведу изначально. Я шёл в корчму или шла в корчму выпить молодого мина. Скуковала. Скуковала. Кукушка скуковала, прокуковала вот столько-то раз. Я говорю, трискар, дукар или кятрискар. И тогда мы делаем одри-ля, одри-ля, ку-ку, ку-ку, ку-ку. И кукуем мы вместе. Окей, хорошо. То есть если один раз, то одри-ля, ку-ку. Одри-ля, ку-ку. Ты говоришь один раз. Одри-ля, одри-ля это что? Одри-ля это ничего, это ля-ля-ля. Оха, хорошо. Вот смотри, я один раз делаю одна. Давай. Одри-ля, ку-ку, ку-ку, ку-ку. Ну вот. Хорошо, я готов. Потому что люди вот так... Ну такое можно делать. По столу. Сейчас мы со всеми будем это делать. По столу, давай. Да, вот это делается по столу. Один раз, давай вместе. Давай еще раз. А я покажу сколько. Да. А ты у корчамеля, джалюмина и жгят. Сукукова, гербутя. Сукукова, пеньки ска. Одри-ля, одри-ля, ку-ку, 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 ку-ку. Все. Ну все. Значит, Литовскую песню одну мы все-таки разучили. Хорошо. Отлично. Инги Борга, хорошего тебе дня. Я тебя целую. Вереги себя и родных. Мы с тобой остаемся на связи. А мы еще раз так сделаем эфир. Может, на моей странице? Давай. Всех призываем сидеть дома, правильно? Не болеть. Да. Сидеть дома. Все. И я сегодня смотрела видео девочки из Чехии, которые говорят, вы знаете, почему у нас так мало? То есть они как-то там говорят, что они неплохо справляются с этим. Потому что они ходят в масках везде. И в масках они ходят не только потому, что защитить себя, но и защитить других. Конечно. Потому что я сошью маску, которую я буду даже сама себе шить. Потому что мне труд. Вот я какую-то маску у меня есть. Она очень хорошая, наверное, и очень крутая. Но она мне трет и чешется. А я сошью маску из марли. Может, она не очень хорошая будет. Но я прочту все инструкции как надо. Класс. Хорошо. Хорошо. У меня еще есть машинка. Все. Инди Борга, я тебя обнимаю. Привет всем нашим зрителям. Останки дома. Целую. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok